Анатолия Франца Состоялось торжественное открытие социально-педагогического профиля для учащихся 10-х классов. Учащихся, родителей и учителей поздравили с началом обучения и вручили зачетные книжки. Это был новый опыт не только для детей, но и для учителей. Педагогов пугала неизвестность, было множество вопросов, ответы на которые еще предстояло найти. Ребята с удовольствием приступили к работе. Принимали участие в тренинге профессора, доктора педагогических наук Светланы Владимировны Беловой. Познавали себя и самосовершенствовались. Но уроки диспоте с Петром Викторовичем Мятишовым учились аргументировать и отстаивать свою точку зрения. На протяжении всего времени учащиеся получали не только теоретические знания, но и демонстрировали свои практические умения. Уважаемые коллеги, я так понимаю, что посмотрели видеоролик. Сейчас у вас была возможность все увидеть своими глазами и немножко окунуться в атмосферу социально-педагогического класса Ново-Николаевского района. Сейчас обратите внимание на слайд, это наши координаты для связи. Если у кого-то эта тема очень сильно заинтересовала, кто-то захотел со мной пообщаться по телефону лично или по электронной почте, то, пожалуйста, я всегда открыта для сотрудничества и для связи. Если у вас сейчас есть вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Ну, пока, может быть, формулируют свои вопросы, да? Обратите внимание на литературу, которая была использована мною при подготовке данного выступления. Процент поступления, да? Интересует, какой процент поступления? Но обратите внимание на слайд. Я вам говорила, так как у нас на данный момент прошло два выпуска учащихся социально-педагогического класса, в месяц составляет 50% из выпускников социально-педагогического класса, те, кто поступили в Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Еще, если есть вопросы, очень рада буду на них ответить. Спасибо большое за пожелание. Повторить цель существования. Спасибо. Главная цель – это выявление педагогически одаренных детей, то есть тех детей, которые уже со школьной скамьи понимают и определяются своим профессиональным выбором, что они хотят работать в профессии и хотят быть будущим педагогом. Но я вот сейчас думаю, что это ни для кого не секрет, и мы сталкивались на практике с такими вариантами, когда ученики приходят в социально-педагогический класс, они на начальном этапе, да, они считают, что они хотят быть педагогом, они думают, что у них это будет получаться, и что это их, но пройдя обучение, например, в течение месяца, это кто-то в течение двух месяцев, они уже понимают, что педагогическая деятельность – это не их. То есть вот как раз-таки своего рода такая практика, где они уже со школьной скамьи могли попробовать, то есть они не поступили в ВУЗ и только в ВУЗе думали, что все-таки педагог – это не их. Нет, они уже со школьной скамьи попробовали себя в роли учителя и поняли, что все-таки нужно искать себя где-то в другом месте. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Ну, сейчас пока что, может быть, еще кто-то формулирует свои вопросы. Мне хочется рассказать о еще одном таком мероприятии, которое проходит также в рамках социально-педагогического класса, я упоминала о нем, это диспут-клуб, где учащиеся как раз-таки учатся правильно вообще культуре и умению вести спорт. Потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, что зачастую наши дети и не только учащиеся в социально-педагогическом классе, но и обычные школьники впору решают либо кулаками, либо уходом из ситуации. То есть, занимаясь в диспут-клубе, ребята обсуждают достаточно такие проблемные вопросы. Это вопросы, касаемые внешнего вида школьника, это вопросы, касаемые музыкальных предпочтений, где все учащиеся делятся на две команды. То есть, это те, кто согласны с определенными утверждениями, и те, кто не согласны с этими утверждениями. И, соответственно, учатся высказывать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и правильно задавать вопросы. Когда учащиеся приезжали в Волгоградский достаточный социально-педагогический университет, они, конечно же, посетили все те факультеты, которые им были интересны. То есть, мы заранее определились с кругом факультетов, на которые ребята выбирают предпочтение. Но, скажу честно, что в основном это были все факультеты, потому что у ребят был достаточно широкий кругозор на тот момент, когда мы приехали. Одновременно они хотели попасть на 4-5 факультетов. Но, пройдя и встретились с представителями этих факультетов, они уже останавливались на одном либо двух факультетах. То есть, соответственно, думаю, ответила я на ваш вопрос. Занятия идут в внеурочное время. То есть, это после уроков. Вот в данный момент у нас занятие проходит на протяжении двух часов по будням. Спасибо, что отметили, что в классе большинство девочек. Я с вами соглашусь, конечно же, но я думаю, вы понимаете, что профессии учителя в 80% у нас почему-то выбирают девочки, девушки, женщины. Но также обратите внимание, все-таки вот и на фото было видно, у нас присутствуют и молодые люди. Ну и вот за два выпуска, которые у нас прошли, у нас обучалось 4 молодых человека, которые в будущем выбрали профессию учителя. Ну, пока что сейчас можете обратить внимание на экран. Это вот тот конкурс, который я вам рассказывала, который был организован на сайте «Мирознай». И где наши ребята писали свои научные работы и получили... Кто-то получил все цифры участников, а кто-то получил непосредственно гранты, которые были награждены за второе место и за первое место. То есть эта работа была проделана очень масштабная, очень большая. Она длилась на протяжении трех месяцев. И ребята действительно, как будущие педагоги, они активно включились в процесс, потому что они отвечали не только уже за свою работу, но и непосредственно за работу своего исследовательского коллектива. Когда ребята писали сами свою научную работу, они также привлекали деток, которые помладше. То есть, ну, в основном, работа младших школьников заключалась в том, что они давали какую-то обратную связь, делились своими эмоциями, впечатлениями. Ну, сами понимаете, всего уже своих знаний, да, таких способностей в данном возрастном периоде. А также вы, наверное, видели и в фильме, и я хочу еще раз об этом сказать, что когда учащиеся в стальной педагогической классе зачисляются в этот класс, они получают зачетную книжку. То есть это немножечко их приближает к студенчеству. В этой зачетной книжке фиксируются все их данные, все их успехи и достижения, которыми они вот блистают на протяжении обучения в стальной педагогическом классе. Ну и, соответственно, эта зачетная книжка имеет свои небольшие баллы в портфолио школьника при вступлении в университет. Уважаемые коллеги, я с удовольствием бы услышала еще вопросы о фразах. Ну, если вопросов нет, спасибо вам большое за работу и закончить свое выступление. Мне бы хотелось уже знакомой для вас фразой Анатолия Франца. Чтобы переваривать знания, нужно поглощать их с аппетитом. И действительно, этот аппетит у нас имеется, и постепенно он перешел к тщательному и обдуманному перевариванию знаний. От увлеченности мы переходим к мастерству. И с удовольствием ждем наших выпускников в школах Новониколаевского района. Большое спасибо за внимание. Рада была посотрудничать и поработать с вами.